Добрый день дорогие друзья, это Прима Медиалайф, мы в прямом эфире. Сегодня снова у нас в гостях Михаил Кривопал, представитель молодежного правительства Приморского края. И мы поговорим о новых проектах молодежного правительства, о планах, о проблемах, в общем, что удалось сделать за отчетный период, назовем это так. Первое, хотелось бы спросить про формирование, новый этап в жизни молодежного правительства Приморского края, формирование молодежных администраций в Приморском крае. Что это такое, зачем это нужно, когда это настанет, когда этот процесс закончится и насколько он сложный? Здравствуйте, телезрители, уважаемые. Я приеду, тоже на самом деле очень приятно еще раз побывать в студии и рассказать действительно о тех проектах, которые есть. Дай бог, у нас есть повод для этого. Да, действительно мы, не знаю, в прошлый раз рассказывали или нет вообще о проекте «Открытое молодежное правительство», но тем не менее он сейчас непосредственно вступил в свою глубокую стадию реализации, первым этапом которой будет являться создание молодежных администраций в различных районах, муниципальных районах края. Таких районов определено несколько. В основном приоритеты мы отдаем тем районам, в которых действительно есть необходимость собрать активную молодежь и направить ее в нужное русло, чтобы она развивалась, обучить ее проектной деятельности. Это очень важно. Таких муниципальных образований у нас будет порядка 10. В ближайшее время, чтобы понять вообще, каким образом выстраивать механизм взаимодействия, мы не будем себя грузить. Определили 10 пилотных проектов, 10 пилотных территорий и, собственно, там будут открываться молодежные администрации. В первую очередь это будут те районы, где у нас есть представительство, где уже есть те ребята, на которых я могу положиться и которые в свою очередь будут открывать, заниматься набором именно активной молодежи и рассказывать ей о тех направлениях работы, которые существуют, потому что принципиальное отличие от уже существующих молодежных органов самоуправления в районах края, именно молодежной администрации, является тот факт, что мы будем набирать молодежь, исходя из потребностей в реализации проектов. У нас есть проект, который по большей части мы реализуем во Владивостоке и, естественно, очень подобные, схожие проблемы, и они могут, кстати, быть намного приземленнее жизненнее, существуют в районах края, где молодежь может, собственно, ее решить. И через проекты, существующие в том числе и от молодежного правительства. Нам просто нужны ребята, которые непосредственно на местах будут реализовать наши проекты. Они не будут просто собраны и как некий актив потенциальный, которому потом мы, возможно, спустим какие-то задачи или проекты. Мы, наоборот, подбираем людей уже под проекты, чтобы они не сидели и не плавали вот в этом русле, не имея какого-то опыта. Люди есть? На самом деле, по мнению, скажем так, многих ребят, и это не ново для Приморского края, на всероссийских площадках часто обсуждаются вопросы и проблемы, связанные с созданием структур при думах муниципальных образований и, собственно, при администрациях. Почему? Потому что ограниченность вот этого ресурса молодежного, он приводит к тому, что многие ребята работают в структурах одни и те же. То есть они дублируют свою работу и, можно сказать, если они везде, значит они нигде. Это не есть хорошо и, чтобы отходить от этого, действительно, я пытаюсь и до сих пор, собственно, получается это, опровергнуть миф о том, что ребят недостаточно в муниципальных образованиях. Они есть, просто, может быть, кому-то, ну, не хочется, скажем так, работать в одной организации, но политика другой и больше понравится, и они, может быть, в ней увидят перспективу. Я это всегда объясняю, поэтому заходит новая принципиально новая структура, это некая вертикаль, о которой я рассказывал там на прошедшем недавно Красноярском экономическом форуме, доказал этот тезис. И, возможно, этот тезис будет внесен в стратегию развития молодежи Российской Федерации до 2025 года. То есть это принципиально новая структура, которая будет объединять ту молодежь, которая не обязательно принципиально не имеет опыта участия в молодежных органах самоуправления. Возможно, они уже были когда-то в советах, придумах или приглавах. Возможно, они являются там членами их резервов. У них же есть, скажем так, актив, имеющий право голоса и без права. Но они непосредственно участвуют в реализации совместных проектов. Собственно, эта молодежь, она уже сейчас может быть нами задействована и принята. Такая молодежь есть. Буквально через неделю, наверное, на следующей неделе уже съезжу я на первое заседание уже молодежной администрации Дальнегорского городского округа. Нам много не надо, там порядка 11-12 ребят будет. Это вполне нормальное количество человек, которые могут решать задачи молодежного правительства на территории. А конкуренции не будет с другими организациями самоуправления молодежного? На самом деле, в какой-то степени конкуренция может быть только лишь в том случае, если ребятам покажется более привлекательным работа в молодежной администрации, нежели в той, в которой они сейчас закреплены. Только в этом. В конкуренции с точки зрения решения каких-то задач, которые ставятся перед органами, задачи будут совсем разные. И я все время, скажем так, рассказываю принципиальную разницу, принципиальные отличия молодежной администрации от существующих молодежных советов и палат. Отличие лишь в том заключается, что мы не собираем сначала ребят, а потом они уже самоорганизовываются и ищут, чем им заняться, провести мероприятие, субботник, съездить в детский дом и так далее. У нас есть конкретные проекты, и ребята конкретно ими занимаются. Что самое полезное и основное, у нас молодежные администрации выступают в роли системы, которая позволяет развивать молодежные инициативы в равной степени как людей, живущих в отдаленных районах региона, так и в административном центре. То есть вот эта система позволит таким образом выстроить отношения, чтобы те ребята, у которых действительно классная инициатива, но эта, к сожалению, инициатива не может быть, скажем так, реализована, не может быть услышана органами управления, не может быть услышана, возможно, коммерческим сектором, если она имеет право на коммерциализацию, лишь потому что она невкусно подается, она некрасиво упакована. Мы должны ребят научить это делать, потому что мы знаем, как это делать, у нас есть уже опыты выигранных грантов и участие в всевозможных конкурсах и так далее. Мы этому сначала ребят должны научить, потому что сейчас приедешь в муниципальное образование, ну вроде активные ребята, да, а вот посмотрите, кто подавался на гранты и так далее. Ведь это основной источник финансирования проектов в муниципальных образованиях, у них же ограниченность ресурсов. Сейчас в крае-то не все хорошо с ресурсами, но это во всей России, это такая тенденция, это нормально. Поэтому есть единственная возможность у ребят, если они не могут получить нормальной поддержки, если проект действительно финансово затратный, это выигрывать гранты. А они просто-напросто до сих пор еще не совсем умеют правильно их преподносить, и опыт прошедшего конкурса, через всяких проектов он это показал. Этому надо научить, нужна система, чтобы она была единой. Мы эту систему знаем, потому что мы общаемся очень хорошо с другими молодежными правительствами и знаем, собственно, организаторов этих конкурсов лично, чтобы понять действительно специфику, на что сделать нужный акцент при расписывании этих проектов. Это очень важно. Поэтому вот такие хотя бы минимальные финансовые ресурсы, они будут полезны именно вот районам в том числе. Не обязательно финансовые. Порой мы подыскиваем спонсоров, и многие спонсоры готовы с нами работать и помогать нам в реализации проектов только лишь потому, что у нас есть информационный ресурс. Опять же, какие-то мероприятия, которые мы проводим, они будут освещаться в СМИ. На этот счет я сейчас взял под личный контроль и делаю самый большой акцент по созданию такой достаточно серьезной пресс-службы молодежного правительства Приморского края. Там уже порядка 10-15 человек. Часть из них мы сейчас отделяем в отдельную службу по пиару, которая будет уже разрабатывать там идентику, презентационный слой нашей организации. Это очень важно, потому что ребята должны знать о существовании такой организации, и как ни крути, нам необходимо использовать ресурсы из соцсети, интернета, не только личной вербовки. Или может быть кто-то посмотрит этот эфир, или посмотрит эфир другого телеканала, например, или где-нибудь прочитает в интернете. Чем больше, ну и естественно у нас сейчас вступает такой очень активный этап реализации проектов, потому что наступает весна, у нас очень много проектов завязано именно на потепление. То есть экологические, деловые игры, выездные мероприятия по краю, образовательные программы. Это все у нас приурочено к, собственно, открытию молодежного правительства, открытого молодежного правительства, реализации этого проекта, открытию молодежных администраций. Просто сейчас изначально я езжу, пока рассказываю о самом проекте, о работе молодежного правительства, встречаюсь с ребятами, которые уже активны в муниципальных образованиях. Им рассказываю, у них возникает интерес, мы обмениваемся контактами, я назначаю ответственность за формирование молодежной администрации. И потом уже мы приедем к ребятам с конкретными образовательными программами, расскажем им, познакомимся. И самое главное покажем, что мы не приближенные чиновников, если мы проводим заседания в администрации края, и там сидим в костюмах, такие деловые, серьезные, это не говорит о том, что мы уже отошли от молодежи. Мы все так же близки к ним, и мы, собственно, приедем именно для этого. Собрать их здесь, в Владивостоке, может быть, на какой-нибудь такой мини-форум. Итогом, да, будет здорово, и на этот счет у нас уже, надеюсь, будет финансирование, будет форум открытого молодежного правительства, проведем мы его или в конце августа, или в сентябре, куда мы надеемся привести всех тех действующих лиц молодежных администраций, которые будут созданы до того момента. То есть, итоговый форум, где все ребята познакомятся, где мы, может быть, проведем ряд образовательных программ, мы можем пригласить экспертов из других субъектов России, потому что мы с ними уже знакомы на всероссийских, дальневосточных площадках образовательных, молодежных. То есть, здесь, в данном случае, проблем никаких не будет, это действительно будет очень здорово. Все упирается, конечно, в деньги, но я думаю, что нам главное не количество ребят, а качество их подготовки, качество их работы. Потому что я говорю, нам не нужно 30 человек в каждом муниципальном образовании, в каждой молодежной администрации. Нам достаточно будет и 10, но чтобы этот человек был ответственный, он уже будет знать методику реализации проекта, он уже будет знать, что он собой представляет. Ну, взять инструкцию порядочному гражданину, она к концу недели, следующая уйдет, точнее, к концу этой недели, должна уже уйти в печать. То есть, вот 10 тысяч экземпляров. Мы тоже сделаем небольшое событие, опишем его, расскажем, чтобы люди действительно знали. Подобные инструкции можно тиражировать по всему краю. Можно сделать подобную инструкцию в Арсеньеве, в Дальнегорске, в Большом Камне, в Находке, в Уссурийске и так далее. Можно долго очень перечислять. Именно вот в тех пилотных регионах, районах края, где мы собираемся открывать молодежные администрации. Ее чуть-чуть совсем надо переделать. Поработать просто с местным управлением жилищно-коммунального хозяйства, если есть такое. Может быть, с жилищной инспекцией, опять же, по муниципальному образованию. Они просто подскажут, в чем специфика именно их города, поменять буквально телефоны, небольшие реквизиты этих заявлений, исходя из того, что тот человек, к которому будет уходить письмо, он занимает другую должность во Владивостоке и здесь и так далее. То есть такие минимальные изменения. Опять же, наши спонсоры, они, возможно, нам помогут протиражировать эту инструкцию еще в других городах. Здесь ничего не сложного. И при этом человек, который будет нам помогать, он будет ответственен, например, по ЖКХ. Он будет непосредственно членом комитета жилищно-коммунального хозяйства молодежного правительства Приморского края. Он будет входить в его состав. Естественно, наш руководитель Николай Селюк, он комитет этого, он будет все рассказывать, все эти методики и так далее. Проблем не будет. Тут человек научился. Мы ему рассказали, как из простой инициативы можно развить ее в проект, на это получить деньги, спонсорские деньги, финансирование, какие-то дополнительные административные ресурсы. И в следующий раз, когда он уже выпустит, например, эту инструкцию у себя в городе, он соберет там ребят, которые активны и будут вовлечены в ходе реализации нашего существующего проекта. И они, может, свою идею сгенерируют, но она не будет не просто инициативой идеи, он уже будет знать, как ее правильно упаковать красиво, чтобы она стала проектом, и он уже вышел в социальное пространство и приносил пользу. Противодействие местных администраций не боитесь, потому что многие там их не трогали, и все было хорошо. А тут вы лезете со своими там молодежными инициативами, с проектами, которые... Ну да, на самом деле можно с одной стороны это понять, но, честно говоря, мы не навязываем никому свою политику. Я рассказываю, собираю ребятам, приходят обычно руководители или специалисты с местных КДМов, да, и они выслушивают эту информацию, задают вполне логичные вопросы на предмет, например, наличия уже подобного органа самоуправления молодежного при администрации, например. Спрашивается, зачем создавать еще одну молодежную администрацию. Я, собственно, говорю им то же самое, что рассказываю сейчас. В чем отличие? В том, что мы спускаем именно молодежную администрацию и им наши проекты. То есть это вызвано именно необходимостью реализации, тиражированием наших проектов на местах. У нас свой подход, у нас своя политика, поэтому, к сожалению, я не убежден в том, что использовать существующий ресурс молодежных советов или палат невозможно, это не подходит для нас. Потому что, ну, ребята уже, во-первых, они давно работают. Во многих муниципальных образованиях есть опыт. У них свои проекты, мероприятия. Испугаются, подумают, что вы их там решили подсидеть или, не знаю, как-то выдавить их. А кого именно подсидеть? На местах, какие-нибудь комитеты по делам молодежи, там местные реки. Я не думаю, что они видят в нас особых конкурентов, потому что преимущественно в молодежных администрациях, в муниципальных образованиях будут работать школьники. Молодые ребята совсем. Почему? Потому что, к сожалению, в тех районах края, где не представлены и не раскручены филиалы наших вузов, они, естественно, после окончания школы уезжают на обучение во Владивосток, там, в Суриск, не знаю, в близлежащие крупные города. Поэтому, к сожалению, вот возникает проблема у местных КД с удержанием молодежи, потому что ей хочется дальше развиваться. И, естественно, даже элементарно получить образование и, может быть, потом обратно вернуться, им все равно для этого нужно уезжать. Поэтому существуют такие проблемы, но конкуренции здесь явно никакой нет. Кроме того, мы стараемся максимально это сделать гладко, то есть сделать это таким образом, чтобы не напрягать действительно работу существующих КДМов. У них и так много работы, если они уже занимаются активно молодежью и при их участии, поддержке всевозможной, да, и материально-технической, и административной работают молодежные советы или палаты, у них и так достаточно работы, им этого хватает. С учетом небольшого штата сотрудников КДМов районов, это нормально, удерживать там аудиторию. Я сам действительно был очень удивлен, когда на встречи приходили там в Находке, в Дальнегорске, ребята там в Большом Камне, в составе 20, там, порой 30 человек. Им было очень интересно послушать, как мы работаем, потому что некоторые из них только недавно созданы, и мне было очень приятно, что действительно есть активные ребята, они приходят, буквально вот за несколько дней их предупреждают, они в будний день находят время. Мне на самом деле очень это приятно. И это уже говорит о хорошей работе КДМов. Мы не должны их трогать, у нас есть своя политика, и ребята пусть активные, они делают на местах, они лучше знают, какие есть проблемы и как их можно решить на местах. Проводя мероприятия, реализуя какие-то проекты, может быть, выходя с законодательными инициативами в местные думы, там, выпуская местное МПА и так далее. У нас есть своя политика, мы найдем свой контингент молодежи, ни в коем случае не пересекаясь с теми мероприятиями, которые уже существуют, потому что я уверен, что наши мероприятия, они немного другого плана. У нас даже нет мероприятий толком. То есть у нас есть конкретные проекты, которые, как я уже говорил, не делают жизнь молодежи или населения нашего края светлее, добрее и лучше на один день, когда проходит это мероприятие, или там на несколько дней на уикенд. Она делает жизнь проще, в какой-то степени доступней, может быть, прозрачней, да, с точки зрения работы органов власти. Это тоже одна из основных задач, донесение до населения о том, что делает администрация края, чем занимаются департаменты, рассказывать об этом молодежи, ну, являться неким примером. Мы сами можем без проблем узнать о том механизме, и большинство из ребят, которые специалисты в отдельных областях уже в какой-то степени имеют опыт, навыки и компетенции, они уже знают хорошо работу органов власти, они видят, в чем проблема. То есть они видят, что мы можем сделать, а в чем, ну, вот нам объясняют, что, ребят, не нужно грешить на органы управления, да, на органы власти, есть существующие законы, которые нас ограничивают вот в этом, в этом и в этом. Мы это доносим и пытаемся, возможно, или через законодательные инициативы это изменить, или как-то обойти, то есть придумываем какие-то оригинальные решения. Мы понимаем чиновников администрации, муниципальных образований, там, Владивостока и так далее, законодательного собрания депутатов, у них есть определенные регламенты, есть определенные возможности, есть направления работы, которым они придерживаются. Мы пытаемся это понять, чтобы действительно решить для себя, или это какая-то проблема самих чиновников, или это просто так устроена система. И в большинстве случаев, в подавляющем, мы, к сожалению, не можем ничего сделать, но мы пытаемся найти лазейки, найти свое место, чтобы каким-то образом доносить те проекты до органов власти, молодежи, да, со всех муниципальных образований, и чтобы та, в свою очередь, получала поддержку. Не важно, не обязательно, не всегда, кстати, это финансовая поддержка. Возможно, информационная, как я уже говорил, если мы очень хорошо осветим, там, через пресс-службу администрации края, покажем на телевидении, сделаем какие-то ролики, напишем сюжеты, разместим их. Подобные вещи, то есть информационные поводы, которые освещаются в рамках молодежного правительства, они очень важны для поиска, с точки зрения поиска спонсоров, как я уже говорил. И некоторые, действительно, бизнесмены, они готовы нам помогать финансово, если те мероприятия под лозунгом, под эгидой которых мы будем проводить, будут освещены в СМИ, и им этого информационного ресурса достаточно. Нам не сложно, а им некий имидж, некий, действительно, пиар, он помогает развиваться компанией какой-то, которая, может быть, только зашла на рынки или хочет развивать свою целевую аудиторию. А уже о каких-то проектах можно говорить? О задуманных, а, может быть, реализованных? И вот какие проекты вызывают наибольший интерес у молодежи? В какой сфере? Говорить о проектах, которые, на самом деле, вот хотелось бы сказать, что пройдет съезд молодежных правительств Российской Федерации в апреле, в середине. Мы к нему готовимся. Дело в том, что этот съезд, он не является просто площадкой, где собираются ребята с различных молодежных правительств и делятся опытом. Там не только это. Основное – это рейтингование молодежных правительств с точки зрения их работы. В этой связи нам сейчас основная наша задача – мобилизовать те ресурсы, которые уже есть, завершить, закрыть те проекты, которые мы уже начали реализовывать, вступили в свою, может быть, хотя бы первоначальную стадию реализации или уже конечную, закрыть их. Это мы говорим о ряде проектов, которые уже сейчас мы закрываем. Чтобы их можно было представить как готовый материал, а не просто наши идеи и мы хотим, это не будет приниматься. И выступить, собственно, на этой встрече, там будет формироваться топ-10 молодежных правительств Российской Федерации. А что это даст рейтингование? Ну, что даст тут лично? Ну, на самом деле, это престиж края, престиж региона с точки зрения организации вообще работы молодежной политики в регионе. Это престиж, в первую очередь, главы региона, потому что именно по его инициативе в любом из субъектов Российской Федерации, только по его инициативе может быть создано молодежное правительство. И я уверен, что мы уже неоднократно доказывали это, что имеем хорошие шансы попасть в десятку. Мы будем стараться правильно преподнести ту информацию, которой мы владеем. Это тоже надо уметь правильно описать, потому что, я и говорю, сейчас очень активно работает пресс-служба, которая не была раньше, даже пресс-секретаря толком не было. Это неправильно, потому что любое мероприятие или проект, которые не освещены, их, можно сказать, не было. Потому что, как мы будем доказывать потом ребятам о том, что мы провели вот это мероприятие, реализовали такие проекты? Просто на словах и говорить, что мы это сделали. Естественно, нужны фото-видеоотчеты, нужны ссылки на публикации в интернете этой информации. Это самая основная доказательная база является реализации проектов. И вот этот рейтинг, он действительно дает очень хороший рейтинг не только, скажем так, молодежному правительству, но и в целом региону. То, как там проводится молодежная политика. Примером тому является Красноярский край, где проходил Красноярский экономический форум и площадка поколения 2020 молодежная. Их молодежное правительство уже третий год подряд становится лучшим в России. И не, скажем так... Ну что они там делают, чтобы стать лучшим? Реализуют очень много проектов. У них действительно, и знаете, по большей части активность молодежи и в рамках молодежных правительств определяется лояльностью органов управления. У них губернатор очень положительно, как и у нас относится к молодежи, верит в нее, дает им возможность развиваться. У них очень ярко проявляется кадровый лифт. У нас его пока нет, потому что мы только недавно созданы, мы только начинаем, пытаемся себя зарекомендовать. У них это очень активно применяется. У них там замминистра по спорту молодежной политике, молодой достаточно. То есть все вот, многие из них выходцы из молодежного правительства в том числе. И это очень здорово. Кроме того, у них система очень интересная, мне она понравилась. У них все мероприятия, которые организуются молодежью, проводятся под эгидой молодежного правительства. И им не нужно раздувать большой аппарат административный, чтобы быть лучшими. Они просто многие мероприятия проводят вместе с другими молодежными организациями различного плана. Почему? Потому что у них есть доступ к административным, к финансовым ресурсам, информационным. И под эгидой молодежного правительства всегда мероприятия проводятся лучшим образом. Вот мы подобную систему хотим тоже создавать и взаимодействовать с различными другими общественными организациями, чтобы использовать действительно ресурс ребят, которого нам не хватает с одной стороны, когда мы хотим организовать какое-то мероприятие, ну и нет смысла обходить какую-то организацию, профилем которой является именно там, например, развитие патриотизма, например, среди молодежи или там развитие здорового образа жизни. Если они, ребята, уже этим занимаются, зачем придумывать какое-то мероприятие, когда можно совместно с ними реализовать? Это правильно. Одним из лидеров являются молодежные правительства Воронежской области, Калининграда, в том числе и Хабаровской, Камчатки, они все входят в десятку, там, Якутия. У нас молодежные правительства с дальнесущего федерального округа с каждым годом, с каждым съездом, с каждым рейтингованием увеличивают свое присутствие в топ-10 молодежных правительств. Это очень хорошая тенденция. Ну и, как мне сказали, мы же делимся на молодежных площадках с теми результатами, которые у нас есть. По большей части они у нас заложены в экспертно-аналитической работе, потому что у нас часто администрация края привлекает к оценке, например, предоставляемых государственных услуг в электронном виде через госуслуги. Это проект по совместности с Департаментом информатизации или коммуникации по пропаганде УЭК, по его продвижению среди студентов и сотрудников ДВФУ. Тоже достаточно уникальный проект, потому что студенты и преподаватели ДВФУ в очень короткий срок, буквально за 10 минут, могут подать заявление, используя лишь паспорт и номер СНИЛС, пенсионного страхового свидетельства, сфотографировавшись в офисе Сбербанка, получить эту карту, универсальную электронную карту, еще получить электронную цифровую подпись и возможность выиграть картридер. То есть такие вещи, которых нет ни по краю, ни во многих других субъектах, тем более прямым подтверждением тому является участие Приморья как лидера в области выдачи электронных карт. Вообще не выдачи даже, и выдачи, да, и поданных заявлений гражданами Приморского края. То есть у нас их уже порядка 3000 заявлений, 3000 карт выданы. Это тоже очень хороший показатель, мы одни из лидеров по России. Основные проблемы, с которыми сталкивается молодежное правительство Приморского края? Основные проблемы. Вы знаете, до недавнего, до сих пор и является проблемой, я не думаю, что это сильно большая проблема, проблема с ротацией состава молодежного правительства. Дело в том, что с опытом работы других, мол, правов, и мы на это смотрим, смотрим на их положение по работе, понимаем, что они придумали некие пункты, которые позволяют им набирать активную молодежь, которые у нас, кстати, достаточно много. Вот если так суммировать количество людей там на заседаниях, на заседаниях комитетов, на основных заседаниях или совещаниях молодежного правительства, их порядка там, может быть, 100 человек уже. Это помимо тех ребят, которые будут в молодежных администрациях и так далее, которые перманентно там иногда приходят к нам на заседания. Нет. То есть, естественно, ребята хотят видеть свое место в рамках молодежного правительства. А у нас система такова, что у нас 16 человек, мы можем только из резерва, который был определен, опять же, комиссией, которая выбирала нас, это 43 человека, только оттуда, из этого списка, мы можем выбрать себе в состав актива, в состав числа 16, в случае необходимости. Вот у нас уже осталось 8 человек, у нас 8 человек вышло, там написали заявление, ну, по разным причинам, да, кто-то на работу устроился, кто-то, там вот у нас один, кто занимался бонсай, он переедет в Японию летом на обучение как раз-таки этому искусству. Да, то есть, ну, такие достаточно объективные причины, банальные. Кто-то просто понял, что вот не может он реализовать свой проект или самореализоваться в молодежном правительстве. Ну, по-разному есть, бывает, может быть, нужна более подходящая структура. Кто-то ожидал, что у нас будет очень много денег, и нас будут финансировать миллионами, и пришли со своими проектами, у которых, там, сметная стоимость их, там, выше одного миллиона. Ну, об этом говорить не стоит, потому что подобные вещи, ну, мы сами должны понимать, и сейчас ввиду вот такой строгой системы учета распределения расходов средств бюджетных, там, и так далее, придуман, естественно, придуман программный подход финансирования. Если мы в рамках программы или в каком-то тендере не можем поучаствовать, а мы не можем, потому что мы не являемся, там, юридическим лицом, скажем так, то, извините, денег нам просто так не могут выделить ни один департамент, ни из какого бюджета. Это нормально. Многие этого до сих пор не поняли, хотя, кто понял, они уже участвуют и в грантах, и в возможных конкурсах всевозможных, и уже привлекаем спонсоров. То есть проблемы решаются. Но не все это понимают. Вот чтобы набрать ребят взамен ушедших, нам приходится пока проводить процедуру по созыву комиссии, опять же, той, которая нас выбирала, и чтобы, может быть, по рекомендациям, или просто они будут выбирать из состава числа резерва уже в актив. У других молодежных правительств есть некая лазейка, где они в случае, если они не могут найти достойного кандидата с резерва, который определен, опять же, там, местными комиссиями, комиссиями, они могут проводить открытый конкурс и себе набирать людей в актив. У некоторых они дошли до того, что вот уже третий созыв работает, пятый год в Хабаровске, у них есть кадровая служба, есть начальник по кадрам. Что лучше, вот через комиссию или все-таки открытый конкурс? Вы знаете, с учетом того, что мы вроде как должны все вот эти процессы и процедуры проходить достаточно быстро, безболезненно, неформально, потому что у нас подход не чиновничий, а мы молодежь, то есть, действительно, есть очень активные ребята, которые появились с нами, работают, руководят целыми комитетами уже, набирают команды, а они не в активе, вот, и их набрать практически невозможно, потому что следующий конкурс будет через два года. А они, может быть, хотят каким-то образом быть закрепленными, услышанными, да, действительно, эти ребята хорошо работают, и хочется, действительно, мы не будем, действительно, какого коррупционного фактора, не будет ангажированных людей, которые будут приходить к нам, мы таких не держим. Если человек работает, он будет работать, как правильно принято говорить, и в активе, и в резерве, неважно, где он находится, если он с нами, если он реализует проект, этого достаточно. Поэтому, естественно, нам важнее вот эту систему правильно понять, перенять у наших коллег, других молодежных, внедрить ее, и тогда мы можем, действительно, проводить очень классную ротацию, не по, знаете, не по тем просто проектам, которые есть, а в деле. Мы уже знаем многих ребят в деле, как они себя ведут. Это лучше намного, чем мы просто первый раз увидим человека, он нам, да, действительно расскажет о том, где он участвует, в десяти, там, может, молодежных уже объединениях состоит, вот, расскажет о своих результатах, но ему потом не понравится подход, политика молодежного правительства, и он, ну, просто будет балластом. Хотя мы на это можем потратить очень много времени, потому что с резерва надо собирать комиссию, потом это все утверждать в правовом департаменте, подписан, это должен быть губернатор, то есть это долгий процесс. А ребята могут уходить, приходить, это нормально, потому что молодежь, это самая активная часть населения, самая мобильная. Ребята переезжают, кто-то уходит, забирает кого-то в армию, кто-то поступает в Московский университет, там, кто-то еще куда-то, уезжает с родителями, это нормально. Поэтому нам нужен более гибкий подход к формированию молодежного правительства. Мы это постараемся в ближайшее время промониторить, выбрать самый лучший опыт, его, собственно, внести поправку в положение, я думаю, что это будет решением самое основное, ну, если это можно назвать в кавычках проблем, потому что я не вижу в этом проблем, молодежное правительство работает и так в полной мере, и ребята в активе или нет, они в равной степени участвуют в реализации проектов. А во многих людях или вообще было ли, что разочаровывались люди, те, кто приходил в молодежный проект? Смотря в чем разочаровывались, то есть в данном случае нет разочарования в самой политике, проводимой молодежным правительством. Я, как я уже говорил, есть, у всех разное было видение того, как будет организована наша работа. Я говорю, кто в основном, это те ребята, у которых были проекты или появились потом, сгенерированы были идеи по реализации проектов, подразумевающих большое финансирование, в больших объемах. А как председатели молодежного правительства, многие ли разочаровывали участники? Как председатели? Да, вот Михаила Кривопала, много участников молодежного правительства разочаровали? Или кто-нибудь из них вообще разочаровал? Вы знаете, нет, наверное, по той причине, что разочарование в основном наступает тогда, когда на человека возлагаешь большие надежды, или он, например, был очень активен, а потом это пропало, или он подвел и так далее. В принципе, я сразу вижу людей и сразу вижу, на что человек способен. Не исходя из своего, может быть, исходя из желания работы в общественной, участия в общественной деятельности, исходя из своей активности, гражданской позиции, исходя из вообще возможностей физических, временных, самое главное. То есть я стараюсь не нагружать тех ребят, которые, я вижу, что они работают днями и ночами, но есть ребята, которые вот хотя бы небольшое направление им дашь, фронт работы, они его выполняют от сих до сих ответственно. А есть люди, у которых, например, много времени свободного, ну и много ему даешь, ну и результата нет. Люди разные, подход нужен ко всем разный. Я стараюсь выявлять инициативы, я стараюсь понять каждого члена молодежного правительства, кто только приходит, с кем мне приходится работать, когда вот нас только собрали, да, то есть наш первый состав. Или новички. Я на каждого смотрю и порой провожу личные беседы. Я узнаю, какое направление ему интереснее. Ну, может быть, порой, знаете, вот выбрал он направление там ЖКХ. Ну, не пошло. Я вижу, что те поручения, которые даются, ну, не в полной степени, не с таким энтузиазмом и яркостью в глазах выполняются. Я тогда говорю, может быть, интересно, вот у нас еще комитет, еще у нас 8 комитетов, у нас различные службы формируются сейчас. Работы фронт очень широкий. Можно выбрать любое направление. Дело в том, что я руководствуюсь чем? И понимаю, что человеку, молодому человеку, активному, инициативному, интересно не работать не там, именно в общественной работе. Он же за это деньги не получает, он должен получать что-то другое. Если он выполняет ту работу, используя уже существующие, накопленные до этого, компетенции, опыт или что-то еще, не получая ничего, не учащаясь, он просто отдает, работая в молодежном правительстве, ему становится неинтересно. Человеку нужно найти такую грань, где он действительно имеет интересы, какие-то навыки, но работая и реализовывая проекты, проводя мероприятия совместно с молодежным правительством, он их будет развивать, он их будет пополнять. Тогда ему станет интересно, он будет видеть выхлоп от работы в молодежном правительстве. Мы не должны действовать с потребительской точки зрения. Ну как с этим, тут же у многих проектах рутинная работа достаточно, и не прям сказать, что интересно и безумно. И такая прям вся творческая. Ну да, и безусловно, есть момент самого процесса, достаточно кропотливого подготовки к реализации мероприятий или проектов, но даже в ходе него мы создаем такую атмосферу благоприятную, там общаемся, собираемся где-то вместе в неформальное время, обсуждаем какие-то идеи, там исписываем флипчарты, там что-то придумываем, заказываем какую-нибудь кухню, едим вместе, общаемся, проводим. Вот в ближайшее время, как только мы наберем, сейчас пройдет ротация, наберем новых 8 человек из резерва, поедем на какую-нибудь базу, у меня есть идея собрать ребят, провести команду образования, поиграть вместе, чтобы мы сдружились. Потому что это порой важно, важен круг общения, важна атмосфера в коллективе, поэтому здесь не только сплочение идет на уровне реализации проектов или проведения совместных мероприятий, конечно, это не всегда позитивно, радостно и весело, то есть это достаточно порой изматывающие мероприятия, когда оно проходит, и ты понимаешь, что тебе главное поспать, отдохнуть, отвлечься и так далее. Но все равно потом ребята опять возвращаются к этому, это все равно затягивает, без этого никак. Поэтому здесь уже, наверное, отвечая на этот вопрос, насколько все-таки нужно делать акцент на том, насколько инициативна молодежь, то есть здесь в данном случае на что она готова пойти ради того, чтобы достичь какой-то цели, реализовать проект, провести какое-то мероприятие. И там уже не задумываешься о том, чем ты будешь заниматься в ходе подготовки к нему, ты задумываешься о том, что будет через неделю, через месяц, что мы сделаем, какую пользу мы принесем. Это очень важно. И такой молодежь, к счастью, мы находим ее много, который не важен статус даже в активе немолодежного правительства, в резерве или просто члена открытого молодежного правительства. Здесь мне очень это нравится и очень это радует. Не важен статус, у нас все равны именно с точки зрения активности и той степени участия в работе молодежного правительства, которые они осуществляют. Хорошо. Вопрос из интернета. Добрый день, Михаил. Знаете ли вы про ситуацию с молодежным парламентом в Арсеньевском городском округе? Вкратце. Новый мэр вместе с заместителем расформировали молодежный парламент предыдущего состава и набрали своих ставленников. Причем старый состав и новые люди из разных политических объединений подавали документы, но каким-то странным образом попали в парламент только свои в пылочках люди. Спасибо за внимание. Ого. На самом деле, честно признаюсь, я первый раз слушаю об этом, несмотря на то, что я ездил несколько дней назад в Арсеньев, был приглашен, было очень приятно присутствовать на Мисс Арсеньев 2014. Там я посидел в жюри, мы обручили там сертификаты на посещение театра оперы и балета, победительницы там, ну и девушки, которые от молодежного правительства мы выразили симпатию. Было все очень здорово. Поговорил я с ребятами, которые там были, с активной молодежью, в том числе там с совета, молодежного совета при заводе «Прогресс». У них там тоже достаточно активная молодежь, она участвует тоже и в работе совета при главе, там, да, молодежного совета, также молодежные палаты. И вот этого совета при «Прогрессе», и ничего подобного я, честно говоря, не слышал. Единственное, что мне понравилось, это несмотря на то, что они являются уже членами совета, да, молодежного, им очень понравилась идея создания молодежных администраций. И есть ребята, которые не против были бы дать старт, скажем так, развитию этой молодежной администрации в Арсеньевском городском округе. И я не против на самом деле, потому что я оттуда знаю, у нас есть штаб «Наша общая победа», проект по патриотизму в рамках молодежного правительства. Там две девочки, они активно принимают, будут участие в ближайшее время в организации мероприятий, посвященных увеличению памяти участников, ветеранов Великой Отечественной войны, будут заниматься пропагандой патриотического настроения среди молодежи и так далее. То есть эти же девочки, они, кстати, мы были отправлены нами на съезд окружной, в том числе в Хабаровск, региональных представителей проектов «Росмола». Там они тоже получили достаточно очень много информации полезной, знакомств, самое главное, с руководителем дальневосточного отделения этого проекта «Наша общая победа». То есть там активная молодежь, я не могу ничего сказать, честно говоря. В ближайшее время я поеду туда с рабочим визитом уже и пообщаюсь на этот счет. Потому что я предлагал уже, и письмо уже ушло главе Арсенийского городского округа, мы уже общались собственно с руководителем местного КДМ и в ближайшее время мы с ним встретимся, пообщаемся на предмет того, каким образом у нас будет выстраиваться вот эта вот система подготовки к созданию молодежной администрации. Я думаю, что… Можно посоветовать этим людям, кто… Я думаю, что да, если вот авторы, если их там действительно много, если коллективная такая просьба, я не знаю, жалоба на этот счет, то не расстраивайтесь, наши двери всегда открыты. И я думаю, в ближайшее время вы узнаете о том, каким образом, куда и как. Ну, вообще можно уже заходить на сайт Молправ25, это на сайт, на группу ВКонтакте. Молодежная правительство Приморского края, там вся есть информация, есть уже пресс-секретарь, там отмечена девочка, она… ей можно написать, она без проблем, потом можно мне написать ВКонтакте и сказать, что так и так вот мы хотели бы принять участие. В ближайшее время будет создано событие, и ВКонтакте мы там будем уже набирать ребят. Ну, это основной инструмент наш. То есть там, в принципе, большинство сидит молодежи. Мы там будем создавать подобные конференции, общаться, и в ближайшее время, уже в начале апреля, я приеду в Арсеньев для того, чтобы встретиться уже с этой активной молодежью. А, даже нет, в середине апреля будет, кстати, там съезд у них активной молодежи, я на него приеду и расскажу. Меня приглашали, там будет вся активная, как сказали, молодежь со всего Арсеньевского городского округа, и мы на ней встретимся, я выступлю с удовольствием, расскажу о работе молодежного правительства и о создании молодежной администрации. Как повышают свою квалификацию нынешние члены молодежного правительства края? Насколько я знаю, в других регионах страны члены молодежного правительства часто проходят стажировки в службах и ведомствах взрослого. Правительство для установления контактов, дальнейшего взаимодействия, есть ли подобная практика у нас? На самом деле, только эту систему я сейчас хочу запускать. Почему? Потому что я имею такое убеждение, что если человек недостаточно имеет опыта работы в определенной сфере, да, ну вот как мы вот определились, как я уже говорил, человек может взять, руководить комитетом по спорту, по соцразвитию труду, по ЖКХ, а потом ему может это не понравится или у него недостаточно компетенций. Но я просто все это время, это, кстати, опыт, он есть, но этот опыт, он в точности повторяется нами. Как это происходит? Если собирается первый созыв, ну неважно, первый, второй, новый состав, ребята должны поучиться уже проектной деятельности. Они уже должны понять конъюнктуру, они уже должны познакомиться с теми ребятами, с теми людьми, которые могут им помочь в реализации проектов. Изучить нормативную базу, это необходимо порой, да, вот если говорить о ЖКХ, если говорить о культуре и туризме, неважно, любое направление брать. Реализовать уже какие-то хотя бы элементарные, небольшие проекты, получить опыт. Вот потом с этим опытом они устраиваются на стажировке. Эта стажировка у нас будет проходить как раз-таки ближе к лету или может быть в сентябре, то есть мы будем смотреть по времени. Вот те ребята, которые уже сейчас реализовали проекты и имеют некий опыт, они попадают на стажировку. Но согласитесь, они туда попадают не просто, а здрасте, можно посидеть. Их там никто ничего не будет, ничему учить. Это ненормально. У чиновников есть своя работа. Систему наставничества, она здесь в данном случае неприемлема. То есть это не система наставничества, это стажировка, это конкретные ЦУ, это конкретные инструкции, которые будут даны, и ты будешь их выполнять. Как по-другому? То есть за тобой никто не будет бегать. Если ты ничего не знаешь о работе этого департамента, этого ведомства, куда ты приходишь, результаты от этой стажировки будут нулевым. Ну это как вот пустить человека в Америку, если он вообще ни одного слова не знает по-английски, и пустить человека, который прошел, например, трехмесячные курсы подготовки. По приезду обратно в страну, через одинаковый промежуток времени, тот, который ничего не знал, он будет знать на 10% лучше. Тот, который отучился всего три месяца этому английскому, приехав в Россию, он будет знать на 50% лучше. Он будет усваивать быстрее информацию, чем тот, который не знал ничего. Это нормально. Здесь то же самое. Нужно уже на работе какую-то базу и прийти туда на стажировки. Я имею такое однозначное понятие, чтобы, знаете, еще поддерживаю, всегда с самых первых дней создания молодежной администрации, поддерживаю нашу репутацию. Чтобы не было просто бесполезных шапочных знакомств. Мы можем прийти в любой департамент, записаться на прием к любому вице-губернатору или написать губернатору с просьбой о встрече. Но мы придем туда и скажем, здрасте, мы пришли познакомиться, мы молодежное правительство. Чем мы занимаемся и что мы от вас хотим, мы не знаем, мы просто хотим познакомиться. Это неправильный подход. После этого нас вряд ли уже там будут так выслушивать или будут относиться к нам как к детям, которые пришли и просто здрасте, нам же не откажут. Понятно, что мы такие молодые, открытые, инициативные, но бесполезные пока. Нет, мы приходим конкретно с задачами и уходим оттуда уже с некими решениями, например, о будущих встречах. Нам приходят на заседание комитетов директора профильных департаментов. Вот недавно у нас состоялось заседание первое комитета по экологии. Пришел Алексей Сергеевич Почекунин, руководитель, директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. С удовольствием посидел, послушался своим замом. Пришли многие специалисты с общественных организаций, которые занимаются экопросвещением, экообразованием в крае. Пришли представители заводов, которые занимаются селективным отбором мусора. То есть у нас в рамках эко-направления есть тоже в том числе месячник по селективному отбору и так далее. Мы будем организовать совместно с этими предприятиями. Было очень классное с точки зрения участников, их опыта этого заседания. Можно приравнять какое-нибудь заседание межведомственной комиссии. То есть там и директора, и все представители, те, которые присутствуют обычно на взрослом уровне. Плюс это вся молодежь, которая у нас участвует в области экологии. Пожалуйста, если ребятам интересно, можно вступать в этот комитет. Он у нас очень развит. Мы 26 марта будем выступать там с двумя докладами на межведомственной комиссии по экообразованию. Если у нас все удачно получится и донести информацию о том, какие методики мы будем использовать в ходе обучения и просвещения молодежи, нам, возможно, мы сможем поучаствовать в грантах, выиграть грант на это и поехать по муниципальным образованиям в школы. И пилотные, кстати, проекты будут запущены во Владивостоке уже в начале апреля. Мы в некоторые школы поедем и там будем проводить экоигры, которые мы совместно с уже взрослыми специалистами разработали и будем их проводить среди школьников и учащихся СУЗов-МУЗов. То есть достаточно интересные проекты. Есть какие-то регионы Приморского края, которые, мягко сказать, не заинтересовались, не заинтересованы в создании молодежных администраций, проигнорировали, не знаю, как ты понимаешь. Знаете, не очень много у меня опыта подобного. Пока я не могу сказать однозначно, честно. Вот через буквально месяц я, наверное, буду уже однозначно знать, потому что первые встречи были установочными, где действительно это нормально. Я не считаю, что это скептическое отношение. Это нормальные вопросы. Интересы. Да, и нормальный интерес, когда спрашивают, а в чем все-таки разница между вашей организацией, у нас вот ребят мы собрали, они уже работают. Я им доношу эту информацию. Как правило, я уезжаю с такой формулировкой встречи, то есть результата встречи, что мы в следующий раз ответственный человек соберет уже ту молодежь, которую заинтересует работа в молодежной администрации. И мы встретимся повторно. Сейчас мы разработали уже практически положение, проект положения о работе молодежной администрации. Мы его вышли в клава, вышли в КДМ, чтобы они могли посмотреть. И там будет тоже прописано, будут некие нюансы, которые прописаны и будут говорить об уникальности и отличительной особенности этих молодежных администраций перед существующими органами. Кроме того, как я уже говорил, и чего могут опасаться местные КДМ, мы полностью берем под свой контроль работу молодежной администрации. Грубо говоря, им просто надо не отказывать в предоставлении помещения для заседаний. То есть какие-то обычные помещения в администрации или в местных филиалах ДУФУ, например, договариваемся. Это нормально. То есть там, где молодежь будет собираться, возможно, в домах культуры или где-то еще. Все, материально-техническое сопровождение наших проектов и так далее. Мы все будем брать на свой контроль. То есть им не нужно будет за этими ребятами бегать, рассказывать им, а что вы там давайте вот это сделаете. Вот это организовывать их для проведения какого-то мероприятия. Мы это будем делать сами. Это очень большое преимущество. И это очень важно для многих местных КДФ, которые уже очень много времени тратят на организацию, на координацию работы местных органов самоуправления молодежного. Это немаловажный плюс. То есть мы работать можем и будем автономно. Не даваясь, скажем так, в какие-то мелочи, которые, может быть, кажутся для местной молодежи важными, мы будем... Уже есть существующие советы. Они уже реализуют какие-то мероприятия на местах, которые... Какие-то небольшие проблемы. У нас есть крупные проекты, которые не могут быть реализованы только локально в рамках одной территории. Нужно подключать региональные, федеральные ресурсы, участвовать в грантах. Ну, крупные проекты, которые требуют финансирования не 50, а не 10 тысяч рублей. Без этой системы, без вертикали это невозможно. И у меня на конференции, на Красноярском экономическом форуме, точнее, на площадке 2020, с оборудованием 60 лидеров, это вот буквально было несколько недель назад. Я оттуда прилетел. Мы тоже подавали с проектами, писали эссе. Было очень активное обсуждение в соцсетях этого эссе. И определялся рейтинг. Было подано 633 заявки от всех молодых лидеров со всей России. Вот получилось войти в тройку. То есть я занял третье место там с достаточно высоким рейтингом. Поехал туда со своими тезисами, которые я хотел внести в обсуждаемую на этой площадке стратегию развития молодежи России. И получилось донести тезис о том, что нам необходимо создать в стране и в регионах систему, некую вертикаль молодежных органов самоуправления, которая позволит выровнять, во-первых, возможности реализовать свои инициативы молодежи, будучи в каком-то поселке, селе, поселении или в отдаленном районе, на равных с теми, кто же проживает во Владивостоке. То же самое это позволит выровнять и все регионы страны. У нас есть ассоциация молодежных правительств, мы уже взаимодействуем на федеральном уровне. Но вот внутри регионов порой нет этой структуры. И вот создание вот этой единой структуры молодежных администраций, которые будут статус прямого подчинения от молодежного правительства, не зависит ни от кого. Чтобы они, знаете, каждый свой огород не городил, чтобы мы работали в одном векторе. Потому что есть какие-то задачи, которые ставит губернатор. Есть финансирование, административные ресурсы, человеческие, краевые. И если какое-то муниципальное образование не попадает под те приоритетные направления, даже в области молодежной политики, развитие ЗОЖ, развитие патриотизма среди молодежи, а они занимаются, например, чем-то другим. Занимаются, не знаю, взять какое-нибудь направление развития какого-то вида спорта. Хотят у них, хочет молодежь. Но нет на это денег, ну не в приоритете это. Им нужно быть в курсе этого всего, быть в курсе, и тогда они получат дополнительные ресурсы федеральные, краевые и так далее под реализацию своих проектов. А если они где-то будут идти параллельно, ни в коем случае не пересекаясь с теми идеями, которые есть у молодежного правительства, они будут все время испытывать нехватку абсолютно всех ресурсов, которые необходимы для реализации проекта. В завершении, вот ваше такое обращение к той активной молодежи, которая может заинтересовать вот эти молодежные администрации. Да, на самом деле хотелось бы обратиться к ребятам с муниципальных образований по большей части, потому что сейчас это очень важно. Если действительно вас заинтересовала идея, если вы о ней слышали, слышали о работе молодежного правительства, об идее создания молодежных администраций, то мы всегда открыты вам. И, как я уже говорил, есть список приоритетных районов, но, возможно, где-то вы хотите создать свою собственную молодежную администрацию. Проявите инициативу, просто нужно зайти в группу ВКонтакте, написать, или мне лично, можно найти Михаил Кривопал, написать, вот я и еще там пять человек, например, мы с такого-то района, муниципального образования, городского округа, мы хотим, чтобы вы к нам приехали и создали молодежную администрацию, неважно, есть у вас уже орган какой-то подобный или нет, просто скажите об этом, мы примем вас, мы с вами, я к вам приеду, мы встретимся, пообщаемся, и, возможно, у вас в районе будет тоже создана такая молодежная администрация, и мы будем с вами с удовольствием работать. Отлично, спасибо большое, спасибо за интервью, всего доброго, у нас был в гостях Михаил Кривопал, представитель молодежного правительства Приморского края. Участвуйте в жизни края, участвуйте в жизни и в организации молодежных администраций Приморского края. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова